Добрый день! Четверг, 13 часов, и мы начинаем наш очередной стрим «Прямую связь» по одному из самых актуальных, кстати, сегодня вопросов, которые обсуждают все, кому не лень. А мы будем обсуждать со специалистом. Напомню сразу, что наш стрим транслируется на каналах YouTube, Twitch, ВКонтакте. Для представителей средств массовой информации выделен специальный чат в мессенджеры WhatsApp. Кроме того, идет прямая трансляция на канале Универ ТВ и на портале КФУ. А наш гость, когда я сказал, со специалистом, будем обсуждать проблемы, связанные с медициной, с ее настоящим, а еще интереснее и важнее, наверное, с ее будущим, с будущим здравоохранения нашего. И в этом контексте гость бесценный, потому что это проректор Казанского федерального университета, по, я скажу так, не стесняясь, медицинскому кластеру, потому что это действительно целый кластер. Сегодня в КФУ создан директор института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Павлович Киясов. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы вообще человек очень популярный сегодня у средств массовой информации. Достаточно много. Они вас интервьюируют, достаточно часто задают вам вопросы. Ну и в связи с тем, что происходит, и не только. Но все-таки, пользуясь случаем, мы некоторые из них, конечно, повторим, а некоторые новые озвучим, которые будут касаться, конечно, в первую очередь того, о чем я сейчас сказал, нашим участникам стрима, которые связаны, скорее, не с настоящим, а с будущим, завтрашним днем. Попробуем с вашей помощью туда тоже заглянуть. Но начать хотелось бы вот с чего. Вопросы уже первые начинают поступать, средства массовой информации уже откликнулись на сегодняшний стрим. Но вначале вот на общее понимание. Есть ощущение, что когда вот коронавирусная вся эта история началась... А, то есть мы о коронавирусе будем говорить? Не только. Но я вот про то, что вот как-то все про это говорят, тоже давайте тоже с этого начнем. Но когда вся эта история началась, как-то так бойко, шустро, все, а потом сложилось впечатление, что мировое здравоохранение как-то растерялось. Это ошибочно, потому что как-то разнобой мнений пошел, какие-то уразы-хватские заявления, чуть не завтра создадим противоядие, вакцины, да, сменились. Давайте подождем годик, может два, а может вообще ничего этого не будет, просто все переболеем. Вот как вы оцениваете сегодня готовность, формулирую вопрос, готовность здравоохранения к такого рода вызовам? И уже не только коронавирусу, да, а вот вообще вызов, который может возникнуть в связи с жизнедеятельностью человека? Нет, но готовность в общем-то есть, я считаю, у здравоохранения. Там проблема заключается в другом. Вирус новый, совершенно четко повреждение идет по-другому. Потому что, например, если разбирать те же самые, ну, вирус гриппа, то есть вирус гриппа, вот смотрите, у любого вируса, у него есть так называемая тропность. То есть он тропен, он связывается или живет, размножается в каких-то особых клетках. То есть проблема заключается в том, что в отличие от бактерий, бактерии, они могут, вот у них там питательная среда какая-то есть, они живут во внешней среде. Для вируса, для того, чтобы он жил и размножался, всегда нужна живая клетка. Потому что у вируса нет своего белоксинтезирующего аппарата. Он очень просто устроен. То есть это оболочка белковая, вот у коронавируса это еще шипы, как корона такая. Вот. А внутри у него сидит РНК. Это рибонуклеиновая кислота. Причем самый интересный с рибонуклеиновой кислоты, с этой сразу же не считывается ни белок, так сказать, не печатается. То есть сначала надо перевести в ДНК, а потом это все идет уже как бы последовательно. Ему для этого нужны рибосомы. Либо рибосомы. Клетки человека, либо какого-то животного. Есть, кстати, вирусы, которые живут в бактериях, так называемой бактериофагии, которые вбрасывают свою генетическую информацию внутрь бактерий и используют рибосомы бактерий. То есть, но дело даже не в этом. Дело в том, что тропность это куда вирус попадает. И вот вирус гриппа, он, например, попадает, он очень любит эпителий трахеи. То есть, дыхательных путей. Для понимания, не знающим медицину, тропность, это от слова тропа, да, похоже? Как он движется? Тропизм, да. То есть, где он связывается? Вот вирус гриппа, он связывается с эпителем воздухоносных путей. А вот особенность этого вируса, она заключается в том, что он, на самом деле, он нигде в другом месте не живет, но он любит клетки альвеол, вот тех самых мешочков, где происходит газообмен. Причем он в альвеолах садится на определенный тип клеток. Это кубические такие клетки, вырабатывающие сурфактан. То есть, и получается, он садится. Почему он садится? Потому что там есть специальный рецептор, есть табуреточка, на которую он может сесть. Он подходит к другой клетке, он в нее попасть не может. Ему нужны входные ворота. Да? Пазл. Да, да. Вот, как вы говорите, пазл. То есть, а там сидит рецептор. Рецептор не для вируса. Рецептор нормальный, он, как говорится, для того, чтобы превращать одно биологически активное вещество в более биологически активное вещество. Это ангиотензин, превращающий фермент. Вот. Но у него есть вот тропизм, он связывается, как раз через эту калитку попадает внутрь клетки. А поскольку это в альвеолах, то, соответственно, посмотрите, в чем проблема. Это пневмония. То есть, вот когда трахея, это трахеид, заболевание бронхи, это бронхит, в конце ид. Но с пневмонией немножко ид убрали, так сказать. Но пневмония – это воспаление легких, то есть, там, где на уровне альвеол. Раз он попал в альвеолы, то сразу же возникает пневмония, то есть, воспаление легких. И поскольку человечество столкнулось с этим в первый раз, но не в первый раз, SARS-CoV-2, а вот первые, так сказать, тяжелые были пневмонии вирусные, коронавирусные, когда в Азии. То есть, тогда было. Но когда, чтобы это распространялось по всему миру, то поэтому была паника какая-то. Ну вот, если так вот, как вы сейчас рассказываете, я как бы ретранслирую вопрос обывателя. А как вы рассказываете, достаточно известно, да, природа и пути, и внутреннее, что называется, движение вируса. Почему так, оказывается, затруднено и так много разночтений в том, как найти вакцину против него? Нет, ну с вакцинами это вообще отдельный разговор. Дело в том, что вообще вакцина, откуда произошло слово вакцина? Вы знаете, Клингер? Нет, не знаю. Оно произошло от слова вака. Вака – это корова. А произошло это как раз, когда Дженнер, он заметил, что доярки, которые доят коров, больных коровей оспой, не заболевали оспой человека или переносили ее легко. И после этого он как раз попробовал коровью оспу привить мальчику. И когда удалось, и он стал невосприимчив к человеческой оспе, вот это вот уже, так сказать, пошла эра вакцинации. Соответственно, что здесь надо сделать? А почему? Потому что нарабатывается антисела, то есть появляется иммунитет уже к возбудителю. В том случае, когда я вам говорил про начало вакцинации, это к возбудителю коровьей оспы, но который защищал и от вируса человеческой оспы. Здесь мы говорим о другом. То есть, когда мы говорим о вакцинации, это опять-таки профилактика. Это точно так же, как БЦЖ. То есть, то же самое БЦЖ, это же бациллокальметогерена, так сказать, это, проще говоря, ослабленная туберкулезная палочка. Но, когда на нее вырабатываются антитела, появляются иммунокомпетентные клетки, которые в случае попадания возбудителя в организм очень быстро размножаются и нарабатывают еще больше антител. Вот это принцип вакцинации. Здесь, когда мы говорим про коронавирус, с ним человечество не сталкивалось, вакцин против него нет. Правда, Институт Гомолея разрабатывал против SARS вакцину, и они предполагают, что она может работать против COVID-19. Но это профилактика, это не лечение. Вот лечить, если говорить специфическое лечение, то это лечение антителами. Антителами, которые циркулируют в организме человека переболевшего. То есть, который переболел, у него наработались антитела, поэтому он выздоровел. И вот эти антитела, как терапевтические, как лекарства, продукт, они могут совершенно спокойно, то есть, нет пока в организме заболевшего антител. Вводите вы плазму с этими антителами, и в этой ситуации чужие антитела, но они начинают работать против вируса. Это, кстати, очень много, вот эти вот сыворотки, когда укусила змея, например. Точно такие же сыворотки вводят, так сказать, ну, как бы это немножко два разных подхода. То есть, вакцинация – это стимулирование выработки иммунитета до встречи с инфекцией. А вот использование уже готовых антител иммуноглобулинов – это как лекарственная процедура, то есть, как лечебная терапевтическая процедура, чтобы бороться с вирусом или возбудителем, когда он уже проник, но не наработались свои антитела. Непонятно, я скажу. Нет, понятно, но правильно ли я понял, что для того, чтобы появилось эффективное лекарство, лекарство для лечения, ну, в данном случае, вот, ковида-19, нужно, чтобы какое-то значительное число людей этим переболело, да? Ну, для того, чтобы любое лекарство появилось, но для этого нужно, скажем так, на ком испытывать эффективность этого лекарства. Почему создаются различные модели, животные модели, даже сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, они создаются для того, чтобы опробировать эти лекарства сначала на животных. То есть, вот в этой ситуации, а вспомните историю, например, с ВИЧом, вирусом иммунодефицита человека. Сколько уже, достаточно долгая история, но лекарственный препарат, который сейчас появляется, то есть, первые были тяжелые, так сказать, теперь чуть полегче, то есть, уже, по крайней мере, разобрались, как бы, с природой, и где можно разрубить вот эту биологическую цепочку его жизнедеятельности. То есть, реально, здесь просто мы столкнулись, история-то очень короткая. История для коронавируса, вот ковида 19-го конкретно, она короткая, она началась в декабре. Еще не прошло и полгода. То есть, поэтому сейчас говорить о каком-то уже лекарстве, которое будет, как серебряная пуля, убивающий дьявола, так сказать, ну, пока рановато. То есть, это мы, граждане, что называется, рядовые, пока просто спешим, да, торопим. Просто раньше, скорее всего, это проходило не под объективы камер, что называется, да, но такого рода разработки, исследования, и такого рода проблемы решались. А сейчас как-то вот так вот весь мир на ушах, и поэтому мы... Ну да, и все хотят, а что там появится. Поэтому и появляется очень много рекомендаций, так сказать, тот же самый противомалярийный препарат, то давайте его применять, так сказать, потому что он помогает. Сейчас ВОЗ, вот буквально несколько дней назад сказал, да не надо его применять, там никакой эффективности нет, а побочный эффект намного сильнее, чем его, так сказать, ожидаемая эффективность. Вот в связи с этим есть вопросы, которые поступают от средств массовой информации. Я смотрю, напомню, что мы ведем трансляцию на Twitch, YouTube, ВКонтакте и прямая линия с журналистами через WhatsApp. Это от реального времени. Как вы относитесь к версии о том, что низкая смертность от ковида, но все-таки про ковид очень много вопросов, от ковида в России якобы объясняется тем, что населению в обязательном порядке делают БЦЖ. Вот вы просто вспомнили правильно? Да, но я могу сказать, что версия про БЦЖ, она появилась тогда, когда было такое небольшое наблюдение по Германии. И оказалось, что, например, как бы заболеваемость там и тяжелые случаи болезни в Восточной Германии и в Западной Германии, когда они были, как в ГДР и ФРГ, то есть, что в ГДР бывшем вроде бы как легче все протекает и меньше. Начали смотреть, а чем отличаются, так сказать, эта группа немцев от той группы немцев. И те, в общем-то, баварские сосиски любят, так сказать, и рульку, так сказать, и эти любят. И те квашную капусту тушеную, и эти. Они отличались, по сути дела, только тем, что в ГДР, так же, как в Советском Союзе, была вакцинация БЦЖ. И поэтому предположили, что БЦЖ в этой ситуации, так сказать, вот это та самая, ну как это, профилактическая пуля, которая оказывала на это влияние. Но прямых доказательств того, что БЦЖ здесь работает, ну, скажем так, как это, снижая заболеваемость и смертность, но этих доказательств пока нет. А вот, кстати, про вот такие прививки, превентивные, которые делаются и делались раньше, вот в советское время, в обязательном порядке детям. Сейчас вот какая дискуссия опять разворачивается, антипрививочная. Ну, я могу сказать, что я против антипрививочников по одной простой причине. Вот то, что мы наблюдаем сейчас. Смотрите, кого ковид косит. Ковид косит в основном взрослое население. Да. Вот. Дети переболевают очень легко. А взрослым прививки делали ведь? А теперь, да, нет, а теперь вспомните, есть детские такие болезни инфекционные, как кори-ветряная оспа. Да. И против кори делается прививка. Да. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот вы не видели ни разу, у меня была одногруппница, которая, когда мы учились и пошли в инфекционную больницу, она вдруг заболела корью. Она переносила эту корь очень и очень тяжело. И вот здесь вот просто аналогии такие. То есть получается, как детская инфекция, которая в детстве переносится легко, но тяжело протекает во взрослом состоянии, вот, то и ковид может быть аналог вот такой вот детской инфекции. То есть если бы мы переболели им в детстве или столкнулись с ним в детстве, или прививку нам сделали в детстве, то тогда мы бы ничего не боялись, мы бы не беспокоились за то население, которое перешагнуло рубеж 50, 60, 70, 80 плюс. Я вот тоже сторонник все-таки обязательных прививок, ну, во всяком случае, по той группе, да, которую я сегодня предлагаю. Откуда, на ваш взгляд, вот эта периодическая истерика в обществе по поводу прививок? Причем ее раздувают люди, в общем, вполне образованные. Ну, там есть две причины. Первая причина заключается в том, что практически в любом материале для прививки, то есть сам вот материал, вот если даже сейчас мы будем делать вакцину какую-то, то есть не значит, что кусок шипа, коронавирус там или еще что-то, сразу же начнет на него вырабатываться, так сказать, ответная реакция. Для этого используются так называемые добавки-адьюванты. То есть вот адьювант, который вместе, например, с этим вот частью возбудителя вводится в организм, он является стимулятором того, чтобы началась ответная реакция. Это первое. То есть идут все разговоры против адьювантов, потому что они немножко разные. Там сначала алюминий. И второе еще, это почему они, как бы антипрививочники, так активно выступают. Дело в том, что в большинстве случаев там все-таки же есть и белковые молекулы, то есть вот в самой вакцине. А для того, чтобы белок не стух, чтобы не тухлятиной вакцинировать, а нормальным, таким свежим белковым продуктом, для этого добавляются еще стабилизаторы. И что вроде как стабилизаторы могут оказывать побочные эффекты. Но я могу сказать, что те стабилизаторы и те адьюванты, которые там добавляются, так сказать, они оказывают намного меньше побочных эффектов, чем то, что мы ежедневно употребляем в пищу. Вот. Очень хорошая тема. Я думаю, мы к ней еще обязательно вернемся. Сейчас просто вопрос еще один. Хотя здесь хотелось бы... Ну, особенность стрима такова, что мы не всегда выдерживаем логику, а идем навстречу тем вопросам, которые поступают. Правда ли, что курильщики... О, про курильщиков. Было у вас в одном из интервью. Правда ли, что курильщики, женщины и носители первой и третьей групп крови переносят коронавирус легче? Давайте вот с курильщиков. Вообще, что происходит за дра в охранительной, как это сказать, пропаганде, просвещении? Одни говорят, бегать вредно. Другие говорят, бег спасает жизнь. Причем тут говорят серьезные врачи, тут говорят из серьезных стран врачи. Одни говорят, кофе вреден. Другие говорят, ничего, очень даже помогает от целого ряда болезней. Там, с томатным соком, с кем угодно так спорят. Вот теперь за курение. Ну, то, что не могут договориться медики по каким-то причинам... Кстати, почему? Вот интересно. Нет, но медики почему? Ну, зачем? Медики, в общем-то, договорились. И никто сейчас не говорит о том, что курение это, ну, скажем так, так же безопасно для здоровья, как полежать на лужайке в лесу, вот, или на полянке подышать цветами. То есть, понятно, что табачный дым он в любом случае наносит вред здоровью. Он наносит вред здоровью, поскольку в табачном дыме можно выделить три компонента. Это никотин, то есть, в принципе, то, из-за чего и курят, потому что никотин относится к стимуляторам, но близким к наркотикам. И самое главное, привыкание к никотину очень быстрое. Второе, это второй компонент, это смолы. И третий компонент, это угарный газ. Соответственно, ну, есть такое хорошее высказывание, что люди курят для никотина, а умирают от смол. Потому что те химические вещества, которые находятся в смолах, это, так сказать, канцерогены страшные, поэтому у курильщиков намного чаще рак легкого возникает. Второе, так сказать, и никотин, и то, что находится в смолах, и угарный газ действуют все-таки и на кровеносные сосуды. И поэтому и повышенное артериальное давление, так сказать, и сосудистые катастрофы, поэтому здесь нет. Здесь можно четко сказать, то есть, вред курения никто не оспаривает. Вред курения никто не оспаривает, и поэтому сейчас разрабатываются программы снижения вреда от потребления табака. Но здесь я могу сказать свою точку зрения. Честно говоря, мы немножко с перегибами пошли в России, потому что я наблюдал, как боролись с курением в Японии. Первый раз там было в 1996 году, и потом, как бы, вот это вот все постепенно, но там было так. То есть, да, там были в какой-то степени запретительные меры, но эти меры не касались всего, так сказать, что вообще вот все запретить. Ну, я приведу простой пример. Когда я учился даже в меде, им, например, совершенно четко говорили, что вот если курящего человека, злостного курильщика прооперировали, и он лежит там на койке, и ему нельзя вставать, то, пожалуйста, не забудьте дать ему там папиросу или сигарету в рот. По одной простой причине, что у него уже привыкла, так сказать, и трахея, и бронхи, к тому, что поступают дополнительные раздражители, чтобы у него отходила мокрота, вот это вот как бы в виде кашля небольшого или еще чего-то. Вот, это ему намного полезнее, нежели, так сказать, от застойных явлений, у него больше мокроты вырабатывается, у него разовьется пневмония. Поэтому, но в то же время, вот буквально года четыре назад, когда вот травмоцентр в РКБ не перевели сейчас в ковидный госпиталь, нормально работал он как травмоцентр, я вообще забавную картину наблюдал, как пациенты на каталке вывозили другого пациента со сломанными ногами, они спускаются с травмоцентра, вывозят его за забор, чтобы он там покурил, а потом его завозят назад. Ну, вот, как бы вот, понимаете, как нельзя во всем... Ну, мы так с алкоголизмом уже боролись. Да, да, вот только черное и белое, ну, найдите вы золотую середину какую-то. А вот на вопрос на ваш, получается такая штука, это наблюдения были сделаны в нескольких странах, сначала китайцы заметили, поскольку, так сказать, процент тяжелых случаев, я не говорю здесь о заболеваемости. То есть, вирус подхватывают все, но тяжелые случаи развивались среди курильщиков меньше, чем ожидалось. То же самое было в Италии, то же самое было во Франции, вот. Даже московские врачи, вот наши, я читал, уже тоже отмечают, что как бы, если уж разовьется, то разовьется тяжелый. Но процент, процент был почему-то среди курильщиков меньше, и была Фразолиносом, греком, интересная гипотеза высказана. Он обнаружил схожесть белкового шипа коронавируса, вот этого самого, с ядом кобры, так сказать, и бунгаротоксином, который тоже из яда, там, одной змеи выделяется. А дело в том, что эти яды, они взаимодействуют с никотиночувствительными холинорецепторами. И оказалось еще, что никотин, то есть, чувствительные к никотину рецепторы. И такие же рецепторы есть на макрофагах. А макрофаги – это дирижеры иммунного ответа. И вот как раз именно макрофаги выбрасывают огромное количество цитокинов, вот, которые и приглашают к себе все иммунокомпетентные клетки Т и Б лимфоциты для того, чтобы развилась эта иммунная реакция. Но когда макрофаг выходит из-под контроля, он выбрасывает очень много цитокинов, то, что называется цитокиновый шторм, и просто армия становится, знаете, неуправляемой. Это как армия Наполеона, так сказать, в 12-м году, когда она и бежала и туда, и сюда, так сказать, не знала, чем заниматься. Вот. Ацетилхолин и никотин, получается, там есть раз эти рецепторы, он как бы успокаивает этого генерала. Он говорит, ты не бойся, ты подожди, ты вот, ну не надо буянить, так сказать, армия у тебя хорошая, они будут работать, но только не бесись, не кидай во все стороны ложки топоры. Ну, то есть не бери сразу Москву. Да, конечно, конечно. Вот. И, по-видимому, вот его гипотеза, она, он описал это в двух статьях, это группа его, вот, она, как это сказать, она правдоподобна, вот я как морфолог, я могу сказать, что меня она убедила в какой-то степени, и мне показалось, что это правильное объяснение, чем всевозможные остальные домыслы. То есть есть субстрат для объяснения. А с женщинами и с группами крови? Ну, с женщинами там другая ситуация. Дело в том, что мы говорили про калитку, через которую входит вирус, да, вот, у женщин концентрация, то есть количество калиток в легких намного меньше, чем у мужчин. То есть, соответственно, когда, вот, почему при пожарах открывают очень много всевозможных дверей, вот, то есть много выходов. А здесь много входов. И, соответственно, если хотя бы через один вход вирус попадает, у мужчин много входов на клетках, у женщин меньше, это первое. А вот по группам крови я здесь не смогу объяснить. По группам крови здесь надо разбираться немножко, ну, во-первых, здесь надо в популяции посмотреть распределение вот этих вот групп крови. Вот. Хотя, так сказать, ну, первая это нулевка, третья это, получается, B0, вторая, да, вроде как больше говорят, чаще заболевает, но у меня вторая. Это А0, но ноли там есть и здесь есть, B в третий, но четвертая группа А, B. То есть, если говорить, что там, где А0 встречается, не надо, надо, я не могу здесь ответить точно, надо посмотреть. Пока я не вижу здесь, как это, научного объяснения. Ну, и, возможно, это просто, и я так предполагаю, игра статистикой, просто людей со второй группой больше. Я не исключаю этого, да, я не исключаю. А у вас какая группка? Вторая. Ну, и у меня. Вот, смотрите, мы вот двое сидим здесь. Вот в этой студии уже, кроме второй группы, никого нет. Сто процентно, да. Да. Хорошо, спасибо. Ну, знаете, кстати, правильно ли я услышал, что женский организм самой природой, да, защищен больше от воздействия такого рода угроз? Вы знаете, там есть еще одна из гипотез, так сказать, она связана еще с тестостероном. То есть, почему, во-первых, нет, это же очень просто. Вот евнухи, они жили дольше. Почему они жили дольше? Потому что у них уровень тестостерона в крови меньше. Вот. Ну, нет его практически. Женщины у нас живут тоже дольше, чем мужчины. Да. Потому что у них тестостерон только из надпочек в небольшом количестве. Соответственно, здесь вот в этой ситуации, когда мы говорим, если когда мы сравниваем женщин и мужчин, по входным воротам я уже объяснил, а вот все остальные принципы. И там, кстати, по иммунному ответу у женщин и мужчин, он немножко отличается. Он отличается как раз от влияния мужского плавого гормона тестостерона. Спасибо. И вы, в общем, отчасти уже ответили на вопрос. Да, сейчас к Ютьюбу вернемся. На вопрос тоже из реального времени поступил. На ваш взгляд, способны ли вакцины от других заболеваний, к примеру, от того же туберкулеза, помочь в борьбе с ковидом? Ну, здесь я могу сказать, что любая вакцинация, которая проводилась, она в какой-то степени напрягала иммунитет и начинали вырабатываться антитела. Это раз. Второе, я могу сказать так, что бывает так называемое перекрестное реагирование антител. То есть, когда антитела, скажем так, против одного антигена, на такой же похожий антиген они реагируют у другого возбудителя. Ну, вот сегодня ректор на наблюдательном совете, Александр Равкадыч, привел данные. Мы проводили анализы по, скажем так, у кого есть антитела из сотрудников университета и сотрудников университетской клиники. И вот оказалось, что у сотрудников университетской клиники практически у четверти уже есть антитела к ковиду. А у сотрудников университета всего 8% таких. Но это не значит, причем эти люди, большинство из них в течение последних четырех месяцев не болели никаким ковидом, который сейчас гуляет. Значит, возникает следующая гипотеза, что они могли перенести какой-то другой коронавирус, и вот этот другой коронавирус, на него наработались антитела, поскольку медицинские работники постоянно контактируют с больными, могли подхватить другой коронавирус, у них наработались антитела. И эти антитела перекрестно могут реагировать с ковид-19. И, кстати, мы еще одну штуку смотрели. Ведь дело в том, что антигены, ну, вот эти чужеродные белки, всевозможные, они могут попасть в организм не только с возбудителями. То есть мы постоянно с вами что-то едим, а какие-то антигены попадают. Вот мы с биоинформатиками, схемой информатиками провели анализ гомологичности вот этих вот белков, ну, аминокислотных последствий в белках шипа и в различных, так сказать, как бы белках животного происхождения. Безусловно, очень близкая гомологичность, 90% еще что-то, это с другими коронавирусами. Но там есть еще и гомологичность с интересными вещами, которые мы употребляем с вами в пищу. То есть вот, например, лосось, любимый японцами, гребешки, любимые японцами, красные водоросли, любимые японцами, может быть, у них вспышка поэтому меньше. Второе, то, что мы едим, в картофеле есть, вот там, правда, я посмотрел уже то, что было больше 30% гомологичности, в моркови есть белки, в которых гомологичность, так сказать, 30% белкам шипа коронавируса. Мы не можем исключить, что существует некая кросс-реактивность, когда вы спросили про вакцинацию, кросс-реактивность антител, уже имеющихся к чему-то, с антителами, которые будут вырабатываться напрямую к коронавирусу. То есть одни и те же антитела, как одна и та же рубашка. Одна и та же рубашка может подойти мне и вам. Но если я вашу сорочку одену, то у меня, так сказать, рукава будут вот так вот, а если вы мою, то наоборот. Но если мы пригласим сейчас человека 58-го размера, то он наши сорочки не оденет. То есть кросс-реактивности нашей рубашки с ним не будет, а вот у нас с вами есть. А вот, кстати, опять про еду вы сейчас вспомнили. Вот это в контексте курения еще хотелось уточнить. А вот действительно, вы же фундаментальная медицина и биология. Вот насколько, а, действительно опасно все то, что мы сегодня едим? И существует ли вот исказанного сейчас вами, или все-таки это тоже миф, некое универсальное здоровое питание? Потому что вот сейчас у японцев своя структура питания. Оказывается, она вполне полезна, эффективна. И живут долго, кстати. У нас своя структура питания, она нам полезна, а другим нет. Нет, ну, во-первых, так сказать, на самом деле очень много определяется генетикой. То есть я не буду классический пример с алкоголем, там, и с алкогольной гидрогеназой. Вот, это как бы всем известно. Но другой пример, например, с той же самой лактазой. Это непереносимость молочного саха. То есть в возрастном состоянии очень многие, так сказать, не переносят просто, ну, не пьют молоко. Ну, вернее, не пьют, ничего плохого нет, но это чревато расстройствами, так сказать, пищеварения, пусть небольшими даже. И это, так сказать, первое, генетически обусловлено раз. Второе, когда мы говорим про питание, там надо учитывать все-таки и возраст. Возраст, потому что, ну, скажем так, мы же грудным молоком не питаемся с вами всю жизнь, это раз. Второе, вот мне, например, очень понравилось в Японии, когда разговор шел, они же перешагнули за 80 плюс давно. И вы знаете, у них целая индустрия работает. Питание для тех, кому 80 плюс. То есть они не едят то же самое, что едят в среднем возрасте. То есть питание людей четвертого возраста, назовем так же. Ну, серебряного возраста такого, да. Вот, и, соответственно, когда мы говорим с вами о питании, то есть, ну, его надо подбирать в соответствии с тем, что тебе не только нравится, но и что твой организм воспринимает. Вот, потому что можно, ну, конечно, так сказать, наесться там, ведром моркови съесть и пожелтеть от каротина, так сказать. Ну, и это так же, как, знаете, сейчас против этого коронавируса. Вот витамин D там помогает в некоторых схемах. Ну, я не мог понять никак, ну, наконец-то, так сказать, и в ВОЗ, и еще появились публикации, что это был фейк такой. А самое интересное, понимаете, эти наблюдения откуда берутся? Эти наблюдения берутся от того, что оказалось, когда начали смотреть статистику по странам, где заболеваемость была выше, что вроде бы, где солнце меньше, так сказать, и там дефицит витамин D, там вроде бы, так сказать, как-то нехорошо проходило. Но я, правда, не понял, как это они высчитали, потому что в Китае солнце нормально, в Италии солнце тоже было много, вот, в Испании. Но, в общем-то, как будто бы выводы были сделаны оттуда, что профилактические дозы. Но, правда, витамин D последние несколько лет его усиленно почему-то проталкивают. Да, он хорош при его стопорозе, так сказать, ну, в какой-то степени, опять-таки, не панацея, потому что вся функция витамина D – это только усилить всасывание кальция в кишке. То есть, без витамина D кальция пройдет пораженником, потому что под действием витамина D специальный белок сидит на эпителии кишки и захватывает кальций и протаскивает его в организм. «Все, больше ничего не делай». И еще одно уточнение в продолжении того, что вы начали говорить, отвечая на предыдущий вопрос, когда вы говорили о высоком проценте тех, кто уже имеет антитела. То есть, есть вот та гипотеза, которую вы озвучили. Позвольте себе еще такую непрофессиональную гипотезу, испуг непрофессиональный высказать. А не значит ли это, что, может быть, мы уже многие просто переболели этим коронавирусом, именно этим и не заметили? И сейчас же говорят о нефективности вакцины, что они толком не показывают, кто на самом деле болен, не болен, а просто уже многие переболели. Вот поняли, да, чем я спросил, непрофессионально. Да, но я же там вам и сказал, что мы когда посмотрели, что и среди врачей, и среди сотрудников университета, это были люди, которые не переболели в последние 4 месяца. А они почему-то ничего не заметили? Нет. А насчет того, что вы говорите, ведь почему мы вернулись к перекрестному? Коронавирус, мы сейчас говорим о COVID-19, да? Да. Ну, то есть, вот это заболевание COVID-19, так сказать, а там SARS, COVID, так сказать, вот, но такой же SARS был в Азии в 2003 году, и коронавирусов их огромное количество, то есть, коронавирусов много, и на самом деле кто-то мог переболеть каким-то коронавирусом, вот, года два даже назад, и у него на коронавирус, но не на тот, который сейчас, но на коронавирус, который, так сказать, есть антитела, и эти антитела частично могут работать против, как раз, COVID-19. Хорошо, и... Непонятно, да? Ну, хорошо, ну, нет, почему? Понятно, вот, еще один вопрос, это у нас ВКонтакте, ну, с Роспотребнадзором, я думаю, если вы разойдетесь во мнении, то уж извините, нити, но вот он такой, прямо провокационный, маски в жару на улице, это защита или сбор бактерий? Это почему нас призывает Роспотребнадзор носить максимально много сейчас маски и перчатки? Ну, я могу... Нет, я здесь соглашусь с Роспотребнадзором, и когда мы разговаривали с корреспондентом «Бизнес онлайн», Вы знаете, я приводил там простой пример, это как прогуляться по полю лопухов. Вот когда вы пойдете по полю лопухов в одежде шерстяной, то к вам пристанет сотня перепьев. Если вы пойдете хотя бы в джинсах, то к вам максимум пристанет десяток. А если вы пойдете в резиновом плаще, это то, что вот сейчас, как противочумные, к вам ни один не пристанет. Соответственно, рассматривайте маску и перчатки в этой ситуации, чтобы вместо шерстяной одежды, потому что, ну, как бы без маски и перчаток вы голы, и к вам он липнет, как к шерстяной одежде, этот вирус. А здесь вы просто-напросто закрылись джинсами. То есть вот у вас все, вы хотя бы чуть-чуть, то есть не сотню, десяток можете подхватить. От этого тоже, это не стопроцентная защита. Но вы в какой-то степени себя обезопасите. Вы такую грустную, ну, хотя это констатация факта, что коронавирусов вообще много разных, да, ну, вот в свете, там все запуталось сейчас в нашем информационном пространстве, и теории заговора, и всяких специальных лабораторий закрытых, и плюс того, что происходит с экологией в целом в биосфере. Вот возникают такие публикации в последнее время о том, что нам надо готовиться, наступает эпоха постоянных локальных карантинов. То есть то там, то здесь все время будут вспыхивать очаги каких-то вот таких новых опасных вирусных заболеваний, и придется периодически теперь вот закрывать те или иные территории. Если уж не всю планету, как сейчас, то, во всяком случае, вот как вы относитесь к этой позиции? Это про будущее, что нас ждет? Нет, я хотя, так сказать, как бы, вроде как, отчество у меня Павлович, но я не Павел Глоба, не гадатель и не астролог. Поэтому, может быть, будет, а может быть, нет. Точно так же, вы понимаете, как человечество победило, так сказать, очень многие опасные заболевания, точно так же, так сказать, и здесь мы пройдем. Но это просто было неожиданностью. Неожиданностью по одной простой причине, что очень контагиозный, то есть он цепляется, ну, грубо говоря, вот на пустом месте, залезает и сразу начинает размножаться. Но гадание это я не люблю, я не гадатель. Ну, хорошо, такое гадание не подходит. Другое гадание давайте. Сейчас вообще, как оказалось, я же не знал, то есть я прочитываю, вижу, но я не знал, что такое количество большой у нас главных нештатных врачей существует в стране. Все они сейчас выступают по очереди, страшные вещи говорят в разной тональности. Вот один из них предрек, что уже осенью нас ждет всплеск смертности от онкологических заболеваний и прочих хронических заболеваний, потому что где вот в нынешний период вот эти люди оказались больны онкологией и другими хроническими заболеваниями, заброшены, не замечены, и вот впоследствии мы ощутим еще осенью вот такого негативного плана. Вы знаете, я не знаю, может быть, у него есть какая-то тайная информация от каких-то тайных агентов, но вот у нас есть республиканский онкологический диспансер. Он закрылся, что ли? Он не работает? То есть вот я не слышал, чтобы его закрыли. Да, у нас есть перепрофилирование двух больниц, то есть вот в первую очередь сделали это РКБ и седьмую городскую, то, что БСМП номер один. Да, их перепрофилировали, там часть в них вывели для приема, так сказать, тех, кто болен COVID-19. Да, чуть уменьшилась плановая, так сказать, как бы госпитализация, но она уменьшилась почему? Ну, так сказать, потому что ждали, а что дальше будет? Вот сейчас как бы прошло-то немного времени, сколько мы, полтора месяца, что ли, вот в этих условиях живем? Чуть больше. Ну, да. Вот. Но я не видел, чтобы вообще все прекратилось. Более того, есть Минздравом подписанные, так сказать, документы, где сказано, что если только состояние угрожает жизни, то несмотря, так сказать, на то, что у вас нет сейчас там плановых операций, вы должны четко, совершенно оказать вот эту помощь. Высокотехнологичную, какую угодно. Поэтому я не знаю, у меня нет данных за то, чтобы все как бы закрылось. Я думаю, что там, когда, знаете, как, по-моему, в Москве где-то я тоже читал, но поскольку я только читал, вот, а иногда, да, иногда говорят, не верь глазам своим. Вот если бы я видел конкретно, вот я вижу по Татарстану, в Казани я не вижу закрытия онкологического диспансера. Соответственно, я не могу пока ожидать, что величество количество умерших от онкологических заболеваний. Спасибо. И вот есть группа вопросов, она уже более привязана конкретно к ФУ. К тому, чем вы занимаетесь, ваши коллеги. От ТАСС вопрос. Получил ли ВУЗ оборудование для изготовления экспресс-тестов на антицелет? Если да, то его разместили. И когда начнется производство? Значит, в данный момент оборудование поступило в Россию, в Казань. Сейчас идет процесс растаможивания. Как только мы растаможим, я думаю, в течение ближайших дней это оборудование будет быстренько смонтировано. Спасибо. Я думаю, коллеги удовлетворены вопросом, достаточно ответом. Республика Татарстан еще в газету сразу, чтобы потом не возвращаться сюда. На каком этапе сейчас разработка вакцины от коронавируса, о работе над которой ученые рассказывали в марте или с марта? Есть ли у медиков и биологов версии, почему вирус так избирательный? На этом мы с вами обсуждали, но в определенной уже направленности. И опять вот про молодых, про хроников и так далее. Про вакцину мы уже тоже разбирали. Я говорил, что на самом деле в самом начале пути, мы думали, что все силы бросить на разработку вакцины. Потом поняли, что вакциной надо заниматься, потому что у нас, кстати, параллельно идут разработки в лаборатории Альберта Резванова. Там и против ханта вирусов они работают, нарабатывают ребята. Но в большей степени сейчас силы перегруппировали как раз на диагностику, на вот это вот изучение иммунитета. Почему? И вот первый вопрос был, который по тест-полоскам. То есть мы просто одновременно, ну как это, знаете, вот осьминога даже, хотя восемь вот этих вот, но он сначала там первыми двумя, а потом только уже подтягивается. Поэтому просто произошла перегруппировка приоритетов, куда мы сейчас в большей степени бросились. Вот про тест в Ютьюбе вопрос вижу. КФУ разрабатывает тест-систему на определение антителы к ковид. Когда все желающие смогут сдать эти тесты, все желающие? Сколько это будет стоить? И спасибо. Нет, ну я могу сразу сказать, что, во-первых, иммуноферментным анализом мы делали уже то, о чем я говорил, и для сотрудников делаем, и для клиники. И вот, почему разрабатывается тест-систему уже теперь как на полосках, чтобы она была доступна, скажем так, широким массам? Вот, потому что, ну, у нас не хватает человеческих ресурсов и технологических. То есть машина работает 24 часа в сутки, человек в две, в три смены мы там работаем, ну сейчас три нет, конечно, две смены. Но это невозможно работать в таких условиях, вот сколько мы можем, мы делаем пока. Но как платную услугу это уже будет предлагаться, насколько я помню, по-моему, рассчитали уже и по себестоимости, и по цене. Это диагностика в нашей университетской клинике и в научно-клиническом центре, который на Волково располагается. Я не помню, входные ворота где будут, по-моему, в клинике, но и на Волково, по-моему. Ну, уточню, мы потом с вами разместим как-то эту информацию, что, по-моему, уже со следующей недели, так сказать, вот иммуноферментные будут вещать все. И по ЦР, по-моему, как платные. Спасибо. И вдогонку вот вопрос, ну, все-таки про вирусы, опять же, это реальное время, опять, да. Можно ли снова заболеть коронавирусом? Ну, это в связи с тем, что в соцсетях встречается информация о случаях повторного заболевания. Вот, как имеющий медицинское образование и больше работающий в биологии, я хочу сказать, что если только наработались инститила, то повторного заболевания не должно быть. Или, по крайней мере, заразиться повторно можно, но заболеть, это вот немножко разные вещи, так сказать, как бы здесь организм среагирует очень быстро, и заболевание, повторное заражение не выразится в каком-то тяжелом заболевании. Ну, так же, как мы, например, понимаете, здесь я не могу гарантировать, что это 100%, у вас не будет никаких реакций, потому что инфекция новая. Поэтому второй раз проконтактировать с вирусом, и что вирус обратно войдет через легкие, будет, но чтобы он запустил весь каскад реакций, когда есть цитокиновый шторм, или, так сказать, все это, этого не будет, потому что уже есть антитела, уже есть клетки памяти ИТ, ИБ, которые совершенно четко на него среагируют, и вы можете вообще не заметить, что вы второй раз проконтактировали с вирусом, и он второй раз зашел к вам в легкие. А вот это знаменитое, вас, наверное, уже сто раз про это спрашивают, но как бы все равно интересно, правда ли, что все мы все-таки обречены этим переболеть в разный момент своей жизни? Говорят, все мы, когда переболеем, у нас будет коллективный иммунитет, и вообще все будет как с гриппом. Нет, 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 потому что, в принципе, когда переболеет процент в 50-60, а еще лучше 70, то, вы знаете, это как вот, есть же вот этот принцип домино, когда доминошку, так сказать, вот их несколько сразу, так-так-так-так-так-так, а если вот один уже переболевший, один уже с антителами, все, остановилось дальше, не падает, и здесь еще где-то, и здесь, и, соответственно, например, вот лично я хотел бы попасть в те 30%, которые не переболели. И именно по этой причине, так сказать, мы с вами, правда, далековато сидим, но я все равно напрягаюсь, потому что я стараюсь, так сказать, вот беречься, там, в маске, если я захожу куда-то в магазин, там, на заправке или еще где-то, это у меня обязательно маска и перчатки, либо если я перчатки не надел, у меня всегда есть, так сказать, на основе спирта, вот это вот для обработки рук, я этим занимаюсь постоянно, потому что, честно говоря, мне бы хотелось попасть в 30% тех, на которых это вообще не отразится, потому что будут стоп, вот эти вот кордоны, где переболевшие будут брать на себя новые атаки, поэтому не обязательно все. Так, спасибо, но вот это уже серьезная надежда, вот говорить о прогнозах, это уж совсем не так. Нет, но я же говорю здесь не о прогнозах, поэтому я полностью согласен с теми ограничительными мерами, которые есть, и с теми требованиями где-то, где-то, когда говорят, ну, берегитесь, ну, не лезьте вы никуда, ну, потому что, ну, не надо. На первом этапе это было по одной простой причине сделано, что реально надо было сохранить систему здравоохранения. Вот когда, говорю, на сто коек бы тысячи больных привезли, и когда класть некуда, и врачей нет, вот тогда была бы катастрофа. Да, мы прошли вот этот вот тяжелый этап, но сейчас, ну, а зачем сейчас, так сказать, бравадой заниматься? Он не ушел пока никуда. Я имею в виду вирус. Да, понятно. Теперь, как директору института, вот есть вопрос такой, например, президент страны обещал бюджетные места на медицинские направления. Ну, видимо, дополнительные имеются в виду, да, бюджетные места. Да, я понял. Есть ли конкретные данные? Да, у нас запрашивал Министерство науки и высшего образования, мы запросили, ну, то есть они как бы, там, это не безразмерная штука, у нас, например, на лечебное дело бюджетных мест 100, вот, и мы запросили еще 25. Данных о том, дали нам еще дополнительные 25 или нет, мы пока не имеем. Но мы также запросили. А вот, кстати, к вопросу об образовании, страна сталкивается, ну, насколько я понимаю и вижу даже, с недостатком специалистов, ну, узких специалистов, как называют в народе. Это с чем связано? Все-таки вузам надо нагнетать количество обучаемых или где-то разбегаются на пути? Ну, на мой взгляд, вообще немножко надо менять систему образования, я имею в виду медицинского, я не буду говорить про медицинское. Потом, когда вы говорите узких специалистов, я с этим тоже не соглашусь, потому что кого не хватает, это не хватает докторов хаосов. То есть тех, кто как раз видит человек со всех сторон, и который совершенно четко никогда не ошибет, ну, то есть, по крайней мере, он понимает, что если у тебя болит, это может по этой причине, по той причине, и все перепроверить. Вот когда узкий специалист, когда специалист по мизинцу на правой руке, ногтю мизинца, а другой специалист по ногтю на большом пальце, левой руке. Ну, это же вы совсем-то. А почему? А так примерно и складывается. Ну, подождите, ну, так, слушайте, почему у нас появились отдельные специалисты УЗИ-диагносты? А зачем они нужны? УЗИ-диагностику должен делать любой лечащий врач, потому что он совершенно четко понимает и видит. И это не прямой метод диагностики, это косвенный метод диагностики. То есть, и много-много еще моментов, в которых я вам могу сказать, что как раз вот эта узкая специализация, она нанесла вред. У нас, к сожалению, остается не очень много времени. И все-таки хочу про предстоящий набор у вас спросить. С вашей точки зрения, насколько... Не с вашей точки зрения, это некий такой пассаж в сторону абитуриентов. Как бы вы охарактеризовали, насколько сложно и насколько правильно поступить к вам, к нам в Институт фундаментальной медицинной биологии, потому что вот сейчас стоят абитуриенты на распутье, думают где, куда, медицинских много. Мы не успели, к сожалению, рассказать про ту большую гигантскую базу, которая сегодня имеется в кластере медицинском Казанского федерального университета. Но с вашей точки зрения, вот несколько ключевых таких конкурентных преимуществ... Нет, но я могу сказать, что практически во всем мире, так сказать, медицинское образование, оно находится в лоне классических университетов, то есть где есть физики, математики, на своих факультетах. Вот, соответственно, кстати, медицинская школа, Казанская, она формировалась в Казанском императорском университете, в классическом университете. И она существовала с 1805 года по 1930. Это в 30-м году советское правительство, так сказать, решило сделать по отраслевому принципу, все выделить. Но медицинское образование, особенно сейчас, это мультидисциплинарное. Это нужны айтишники, потому что, почитайте, Эрика Тополя, так сказать, будущие медицины, без этого, так сказать, ты никуда не денешься. Это нужны физики, химики, так сказать, те, которые занимаются, то есть которые глубоко знают вот эти вот предметы. Это нужны биологи, потому что, так сказать, ни в одном медицинском вузе невозможно объяснить генетику, молекулярную биологию, если с ними не работают, так сказать. У нас же, так сказать, вот мы сегодня говорили с вами про диагностику, ПЦР-диагностику, я уж не говорю, так сказать, там, про иммуноферментный анализ. Это все руками делается. А то же самое секвенирование, полногеномное секвенирование, которое тоже делается у нас в университете, где вы это покажете, где вы этому научитесь и как-то что-то сделаете. Поэтому здесь, ну, у нас свой абитуриент, как у нас пытливый абитуриент. То есть тот, кто хочет стать хорошим врачом, тот, кто хочет, так сказать, вот добиться в будущем мире как врач успеха, вот, то это, безусловно, так сказать, вот они почему-то к нам идут. Это не только российские абитуриенты, это и из зарубежья. Поэтому здесь, честно говоря, мы не испытываем проблем. Конкурс всегда достаточно высокий. Вот, и, ну, он еще может быть высокий в том, что, вот вы знаете, мы, по сути дела, Казанский федеральный университет в 2012 году организовал этот институт. Но самое удивительное, что по рейтингу Times High Education, международному рейтингу, в области медицина мы вошли за этот короткий промежуток времени в 500 лучших университетов мира. За неполные 8 лет. Более того, я вам скажу, что в 500 лучших университетов мира в области медицины по рейтингу Times High Education входит всего три российских вуза. И впереди нас только МГУ. И туда не входит пока в 500 лучших ни один медицинский вуз. Ни Сеченовский, ни Пироговский. В Life Science мы тоже входим, то есть науки о жизни, в 500 лучших. Там, да, там есть и Пироговский, и Сеченовский еще. То есть там немножко представительства российских вузов чуть побольше. Ну это тоже существенное дополнение, потому что это внешняя оценка. Ну конечно, это же независимая оценка. Ну и в завершении, вот жалко, конечно, много вопросов и у меня, и тут, и СМИ досылают, и здесь возникают в социальных сетях. Но мы можем с вами потом ответить и подготовить письменные ответы. Я думаю, что да. С вами, во-первых, всегда интересно разговаривать. Вы всегда в этом смысле очень востребованы. И как раз про это, про вот эту смычку медиа и медиков. Вот как вы относитесь к тому, что происходит в популяризации здорового образа жизни, медицины, медицинской науки, исследований, в работе с необразованным с точки зрения медицины населением? Вот Малышева, Мясников или Мясников, вот этот доктор сейчас возник, есть ощущение, что там меньше медицины, больше коммерции какой-то? Нет, я могу... Что у нас происходит с популяризацией медицины? Ну когда Малышева по телевизору, честно скажу, я выключаю. Вот. Вот. А Мясников. Здесь я бы не судил черное и белое. Дело в том, что у Мясникова есть очень неплохие книги. Вот когда книгу вы читаете, то есть, но там, правда, потом уже из одной книги в другую повторы идут, но человек он грамотный. То есть он грамотный, как врач. Второй момент, самый важный, наверное, когда идет популяризация, вы знаете, вот в популяризации важно, чтобы ты не был просто врачом. Потому что вот то, о чем мы говорили, про медицинское образование, понимаете, здесь совершенно четко у человека должно быть еще хорошее, базовое, ну такое какое-то биологическое образование. Потому что сейчас вот эта смычка, то есть то, что можно объяснить не с позиции, как принято в медицинском вузе, и теология, патогенестра, та-та-та-та-та-та. А вот разобрать еще на более глубокий, потому что генетика вошла. Геномика, протеомика, метаболомика, это все вошло, так сказать, и без этого никуда не деться. И объяснить это очень просто и популярно, вот начиная, так сказать, от печки и заканчивая космической ракетой, вот здесь вот необходимо, ну, чтобы ты находился в позиции где-то между биологией и медициной. Тогда, может быть, вот и получится какое-то популяризаторство, когда, но не в плохом, не популизм, а как популярно любому человеку объяснить просто о сложном. Вот и все. Вот у вас это получается, но каждый день Андрея Палчикиясова невозможно на стримы приглашать, не получится. Не рекламы ради, а все-таки совета ради. Кого вы нам порекомендуете смотреть, слушать на медийном пространстве, ну, чтобы быть, с одной стороны, просвещенным, с другой стороны, не обманутым? Или как у профессора Преображенского, тоже, кстати, медика, да, не читайте по утрам советских газет, вообще ничего не смотрите. Хотите, я скажу так, я тогда, вот те, кто нас смотрит, если интересно, у меня есть, я в последнее время специально смотрю, что, так сказать, публикуется в серии Научфоп. Но Научфоп в этой ситуации, так сказать, вот есть просто, то, что, ну, читать не надо, вот, а есть такой классический, ну, например, вот одна из сильнейших, это Мэтт Ридли, Геном, да, книга. Я могу вам сделать подборку такую интересную. Вот то, что для общего развития, то, что будет полезно всем, это не такая тяжелая научная литература, это хорошая литература. И мы можем, по идее, мы можем с вами устроить, так сказать, разбор даже вот таких вот, так сказать, хороших публикаций, о чем там говорилось, и что ценного может любой для себя вынести оттуда. Ну, все, мы ловим пас на стол. Ну, можно, да, потому что, на самом деле, ну, посмотрите, так сказать, ладно, не буду забегать вперед, я уже говорил про Эрика Тополя, я уже говорил про Мэтта Ридли, так сказать, Ася Казанцева молодец, так сказать, две книжки хорошие выпустила, и просто есть целая подборка, я вам помогу. Вам бы тоже вот такие книги. Попробуй, попробуй. Я думаю, это будет очень востребовано, своевременно востребовано, ну, уж, очевидно, захватывающе. Ну, с коллегами у нас есть идея написать учебник для медвузов, но построить его по принципу научпопа. Все, ждем. Ладно, спасибо. И на наших стримах ждем. Хорошо. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. Спасибо.